Девушки отдыхают Их слова стрель тысячи клинков Никому не убежать, не укрыться от их взгляда Не щадят они ни братьев, ни врагов Впрочем, это не былица Вам в кошмарах только снится Пробуждение древних огонь Ну что же, друзья, продолжаем следить за зимним европейским чемпионатом Для вас работают в студии Старладера Лебедь и Тварино Всем привет, друзья! Остался у нас на сегодня финальный матч Лузера группы B Тарс встретится с Банни Хоппером Игрок из Франции против игрока, соответственно, из Норвегии Ну вот чем запомнился Тарс на отборочных Огромное количество мисплеев Неуверенные мувы Где-то непродуманные решения Плюс очень интересные колоды То есть в каждой колоде есть одна-две карты Стандартные решения Но вот Тарс вчера полностью изменил мое мнение о себе Потому что вчера была шикарная игра Очень мне запомнилась игра против Диггена 3-2 она закончилась не в пользу Тарса Но ни одной ошибки Все очень четко, размеренно То есть мне кажется, что он сумел собраться Возможно, как раз победа на отборочных То есть проход сюда добавил ему уверенности Но вот все То есть вчера Тарс выглядел совершенно другим Не было уже какой-то этой потерянности, неуверенности Что интересно Зрительское голосование Отдало 95% голосов за победу Тарса Это какой-то очень суровый показатель Если нам правильно режиссеры подсказывают Тут просто в чем дело Тарс входит в топ-70 в Европе Топ-140 в мире Ну и вот если послушать английских кастеров Они его считают одним из главных фаворитов турнира в целом Ну, по факту на турнире он самый опытный Самый именитый Из тех, кто есть Единственный, кто с ним может посоперничать В этом показателе Это Найман, наверное Возможно, про Наймана просто Ну, как-то забыли В связи с тем, что у него был забанен Какой-то основной аккаунт То есть он, возможно Не учитывается статистика старая Поскольку Найман Ну, может быть, да, кстати Очень оскульный игрок И, ну, мне кажется Он мог бы легко посоперничать с тем же Тарсом Да и по рейтингу Госсу Геймерс Если не ошибаюсь Найман находится выше Он 61-й 61-ю строчку занимает В Европе А Тарс 71-й Тем не менее Банни Хоппер вообще Ну, один из Ну, не то чтобы новичков Это Молодой игрок При этом Этому парню 23 года А он уже работает на докторской По химии Что заслуживает отдельного уважения Это круто Таких людей, на самом деле Довольно мало Что Хочется Вспомнить По темпомагу Тарса Ну, вот Лично мое мнение Очень медленный Это Даже не столько Темпомаг Сколько Ну, вот Я бы эту колоду на самом деле Назвал мид-рэндж-маг Потому что Заклинаний здесь Ну, практически нет То есть Огромное количество существ Там И Четвертые, пятые, шестые дропы Мне Ну, лично по моему Вкусу Больше Заклинаний В темпомаге Для того, чтобы можно было Пострелять из-под Флеймвейкера Для того Ну, то есть Для того, чтобы можно было Реализовать саму колоду Нет, знаешь, на самом деле Если не ошибаюсь То заклинаний у него Ну, как бы По дефолту Достаточное количество То есть Он играет Даже там Миррор имидж Вспоминали мы вчера Его Сборку темпомага Которая использовалась Так, вы Видим Баны Варлоки В бане В бане У обоих игроков В сборке Темпомага Который Тарс Выступал на Отборах На зимний Европейский чемпионат Он использовал там Ну, немножко Не то, чтобы Странные карты Да, но Допустим Он использовал Заводного гнома Но при этом У него в колоде Не было Антониноса Да, деталька С заводного гнома Может также Комбиться С поджигателем Но все равно Это не самое популярное Решение Обычно Ну, как-то Отдают предпочтение Насыщению Ну, конкретно Ранними заклинаниями Здесь Ну, вот Рагнарос Играется Он не играет При этом Лазурных драконов То есть у него Из добора По сути Только Интеллект Шародия И раскопка С кудесников И учитывая Что он не играет Драконов У него нет Аркейн Бластов Что меня удивляет Это нереально популярно Это заклинание Сейчас у Темпа Магов В двух копиях Обычно используется Это заклинание То есть Ну, это не то, что Заклинание, которое Используется по ситуации Оно сейчас Ну, в любых сборках Темпа Магов Ты его можешь Это, во-первых Оно стоит всего Один Кристалл Мана Ты его можешь Завязать на два Если у тебя есть СПД Это как раз Лазурные Драконы То это четверка За единицу маны Ну, это неимоверно круто Но вот Тарс Использует Ну, такую Более олдскульную Что ли Версию Темпа Мага Ну, и, кстати Зеркальные копии Очень неплохо Играют против воина Собственно Пушка Которая Ну Убивается В эти копии Да, ты не получаешь Урона никакого От этих существ На столе Но в то же время Это Блочит Возможность Добраться До каких-то Потенциально Опасных Юнитов Врага Которые тебя Потихоньку Дамажат И убивают И приходится Сейчас отдавать И на рейдж И казнь В монозме В существо За один кристалл Маны Неприятно Две карты Отдает Причем Ну, казнь Это один из ключевых Ремувалов Да, но и на рейдж Дал бы возможность На пятой Крутонуть Четыре патрона Ну, боится Бонни Хоппер Собственно Монозмей Существо Очень подлое То есть Изначально Один-три Змя может вырасти Просто Для устрашающих Размеров Поэтому Выбрал У нас игрок Из Германии Кстати, я Говорился О том, что он Из Норвегии Два игрока Из Норвегии На этом турнире Присутствуют И два из Германии Бонни Хоппер Представитель Именно Германии Ну и Берсерк Выходит на стол Слипаются Секреты Неудачно Две зеркальные Копии Болт И болт Отдается В Берса Опять же Поменял Секреты По сравнению С колодой Которая выступала На отборах Там было Два чучела Два чучела Одна копия Здесь две копии Копии Играют Очень неплохо Против Патрона По сути Чем лучше всего Сбивать копию Получается Что это Либо Гуля Когда ты Ставишь Акалита Какого-то Или Армор Смит Потому что Не Акалита Но естественно Все дальше Отдавать уж точно Не хочется Не, но Акалита Еще ладно Ты допустим Можешь поставить Акалита Сразу же его убить Дать хотя Ну только одну карту А вот Те же там Крошеры Я не знаю Патроны Ну патрона Тоже можно поставить Сразу разменять Но в любом случае Этот секрет Это очень Ну как бы неудобно Обыгрывать Воину Ну и кстати Вспомним Также Что Можно сказать По поводу Темпа мага Тарса Проиграл он Вчера Друиду В ключевом Матче По сути При счете 2-2 Если не ошибаюсь Тарс Именно вот Финальную партию Проиграл в плюсовом Изначально для себя Матча И там Тарс Действовал Слишком пассивно Да Он играл Очень сейвово И по факту Изначально Ну проявлял Был должный уровень Агрессии От темпа мага Но Чем дальше Партия затянулась И Тарс В конце уже Обыгрывал Ну просто Очень сейвово Он на восьмой То есть Он на восьмой ход Отыгрывал От камбыва Оппонента Через энерваид Но это Ну совсем Вчера было Непонятно Фаербол улетел В медведя Стол полностью Разменялся Там остался Как раз Кипер Из-под Меррантити 2-2 пол на столе Хотя можно было Оставить оппоненту Порядка пяти единиц Здоровья Тарс вчера Играл слишком Пассивно Даже можно сказать Будем надеяться Что он сделал Определенные выводы И сегодня Мы увидим От него Ну более уверенно Ну уверенно Даже неправильно Агрессивного Именно агрессивного Темпа мага Такого Какой он должен быть Это Колода Которая Рассчитана На раннюю Мид игру Ну то есть Ну даже если Лейт То лейт Для него Это 9-10 ход То есть Ни в коем случае Это не какая-нибудь 17-18 карта Как Тарс Играл вчера Это было Ну немножко странно Даже наблюдать За подобным Так И здесь у нас Безумный ученый Играет ли еще Какие-то секреты В своей сборке Тарс Интересный момент На отборах Он играл Три секрета Сейчас Возможно Тоже есть Что-то Третье Интересное Антимагия К примеру Тоже Чучело Которое Он так любит Ну сейчас Разные Опять же Вариации Секретов Пробуют Играть Игроки Удивлять Своих Оппонентов Ну как бы Дефолт На это Ну раньше Дефолт Был в принципе Две зеркальные Копии Потом Начали играть Антимагию Там Антимагия Мирор Энтити Потом вообще Там Антимагия Чучело Возможно Кто-то Играет Раздвоение Тут Ну не угадать Изначально Если не знать Колоду оппонента Ну это Порт Для Бонни Хопера Можно ставить Под копию Ну не знаю Можно поставить Крошера Но вот Да Копия Очень мешает Поставить Крошера Сразу Разбить Крошера Или сейчас К примеру Разбить Секретчика И еще Один ход Подождать И это Крошер Все таки Да Пилотируемый Крошер Выходит На стол Получает Такого же Юнита Тарс Укусом Сразу же Разбивается Этот юнит Игрезивик Появляется На столе У Тарса Огненный шар Это 7 На столе Плюс Огненный шар Это 13 Ну да Даже если Флэймвейкер Два раза попадает В лицо Это не летал Не хватает Немножко Флэймвейкер Мирор Иммэйдж Секретчиком Можно Предварительно Ударить По крошеру Добрать И пройтись В лицо Это опять У нас Вот вроде Было Ребят В руках 3-4 карты Но настолько Медленно Отыгрывают Под Такой вот Стиль игры Вчера Мы это Уже Отмечали То есть Первые матчи Были Ну более Контрольные Колоды При этом Игроки Ну очень Быстро Принимали Решения И по факту Партии Проходили Ну бодрее И быстрее По времени Нежели Вот Последние матчи В которых Колоды Казалось бы Ну более Быстрые Изначально Темпа Там Агродеки При этом Ну более Такие Более Продуманский Стиль игры Показывали Эти ребята Вот В том В том числе Тарс И бронехопер Ну и тем временем Все неплохо Для темпа Мага Давит Давит Французский Игрок Выходит на стол У нас Гуля Получает Копию Тарс И патрон И поехали Крутиться Ну Тарс Проиграет Эту игру Ну в смысле Тарс Выигрывает Эту игру Тут Фаербол Не спасает Не спасает К сожалению Слишком поздно Удалось Раскрутить Патронов Не лицом Бы принимал Можно было бы Умел бы шансы На победу Здесь летал уже Фаербол И способность героя В конце Мурлок Оставался С одной единицей Здоровья Правильно Да Да Он всего был 3-2 А один раз Гуля Крутанулась Почему было Не ударить В лицо Обыграть Ты Даже Если Мурлок Ударит В стенку Или даже Если Фростбол Добирает стенку Мурлок Все равно Умирает От Дезерат Лагули И ты Не принимаешь Лишний урон Лицом То есть Такое Не то чтобы Ошибка Но Не совсем Правильное решение Можно Просто Было Понадеяться На то Что не попадет И так далее Не знаю Не уверен я С последним ударом Топора Ну да Спорный момент Так ты гарантированно Умираешь от фаербола И пинга А так у тебя есть еще Шансы пожить При этом Что хотелось бы отметить Темпомаг Все таки Все таки интервью Ребята Будут смотреть Сейчас Конечно Я не рада Но Геоменды Все хорошо Я думаю Я Минус Поехали Некоторые Другие Поэтому Я Не Так Минус Все таки Снимите Тарш Дек Я Снимите И Девушки Минус Я Хороший Дек 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 Нет Проблем Дек 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 Я просто надеюсь, что это работает лучше tomorrow Я сделаю свое здоровье И тогда, да, это будет работать От Fireball плюс Frostbolt А 7 существ на столе там мог бы и не попасть Парень... Ну, короче говоря, спорный момент Который, ну, по факту Все равно, мне кажется, в эту партию выиграл бы Tempo Mag Поэтому, ну, не столь это критично, что ли Но, наверное, ты прав То есть, ну, должен был Бонни Хоппер как-то сыграть более с его... Там остается поджигатель на столе 2-1 Там Гуля, 7 существ на столе Fireball прокидывать ты не можешь А в руки, если бы пришла Армор Смит, этот весь Армор можно стакать У тебя весь стол заполнен Ну, то есть, в теории, шансы у Патрона были Причем это не какие-то призрачные шансы Они были, были... Ну, да, был мощный стол, в принципе Ну, не знаю, не уверен я вот насчет этого удара Ну, решение уже принято 1-0 Да, и в этой паре повел у нас Старс При этом, что хотелось бы отметить Патрон грамотно, кстати, использовал здесь второй секрет То есть, он подставил под секрет Гулю И с помощью этой Гули сумел раскрутить своих патронов Но, увы, это было слишком поздно Было слишком поздно, соглашусь И второй матч, это патрон воин против Друида Друид? Наконец-то с неплохим стартом Вот, я только об этом хотел сказать Наконец-то Друид, у которого есть буйный рост и тень Это уже хоть что-то Уже неоднократно на этом турнире мы видели, как Друиды проигрывают Если я не ошибаюсь, у нас суммарный счет 2-9 На окончании вчерашнего дня Хотя, казалось бы, тир-1 дека Дека, которая может играть, в принципе, практически с любыми классами Ну вот, разве что темпомагии, зоолоки неприятные Неприятные соперники Да, гадань же Друида Даже на мулигане, смотри, ребята долго, кстати, думают На последнего момента Очень тягучий стиль игры у ребят Вроде бы Вроде бы и несложный ход Ну вот, например, сейчас монетка буйный рост тень Ну, это Изи опенинг, на самом деле Ну, есть ли причины хоть какие-то Так не играть На третий ставишь тень На четвертый Даже если не пришел крошер, что угодно другое Ты можешь сыграть второй буйный рост Почему можно этого не делать? Потому что ты не хочешь выиграть Нет, ну это Это, конечно же, шутка юмора Ну, на самом деле, в такие моменты Я думаю, что игроки Ну, типа, продумывают стратегию на всю игру Да, можно сказать, что тут думать Просто играй По мане вообще я слышал мнение Вот некоторых игроков Причем очень сильных Что друид это вообще класс Ну, по сути, ноу-брейн Здесь можно думать только Когда тебе озарение заходит Ну, то есть Играй по мане Единственная сложность Это играть по мане То есть продумывать Какое существо ты поставишь сейчас Какое ты поставишь на следующий ход И, возможно, через ход Ну, это все Ну, условности Как бы Игроки Тратят отданное им время Как они считают нужным С этим нужно Смириться и принять Вот, например, станцифка ест Ну, почему бы не покушать Действительно Не зарядиться энергией Ну, опять же, вспоминаем Ну, самый яркий пример здесь Это, конечно же, лайфкоуч Который Ну, прям с первого хода Властелин времени Кстати, станцифку опять Так уж Если ты вспомнил этого игрока Очень сильного игрока Из Чехии Он тоже Я замечал, что он любитель Вот конкретно первые Несколько ходов Вот прям сидеть И думать до веревки Хотя, казалось бы Ну, не то, что думать Не над чем То есть Ну, просто Ну, конкретно Вот первые Первые хода Там очевидны Но вот Ребята Ну Иной раз Ну, отдают предпочтение Подтянуть немножко Да, что-то обдумать Чтобы потом Ну, как бы Выстроить Свою игру Конечно Стратегию В логическую цепочку Соглашусь Ну, как бы Это Это так Я наполовину в шутку Говорил О чем он думает Ты можешь сидеть Шутить На трансляции Хардстоуна Да что ж Соберитесь Соберитесь уже Да Простите Простите меня, Александр Ты можешь думать Чем ты ответишь На каждый ход оппонента То есть, например Если он выставляет Корсара Я буду делать это Если он выставляет Берса Я буду делать это Не трогает Гулю Не трож Гулю На шестой Будет чистить Через пеньки Второй Бунерос Тарс Тень остается В стелсе И да Никак он на этом ходу Не повлиял На стол Почему бы не поставить Корсара То есть Хорошо, да Корсар за 4 маны А не за 1 Или за 0 Ну, это лишнее существо На столе Против Друида Вообще очень важно Просто контролировать стол Да И поддерживать Собственно Уровень агрессии Напрягать как-то Оппонента Вообще Друид Ну, я бы сказал Что это Ну, не очень приятный Начал для Патрон Воина За исключением Того Ну, как бы Знаменитого старта Когда удается На пятый ход Раскрутить патронов Но если это не удается А здесь, как мы видим Патроны в наличии Ну, нету ни укуса Ни внутренняя ярость Слушай, а если Можно давить Ну, как бы Существами А если Тенью ударить по Гуле И застрелить Берса Удар по Гуле Раз существов Два Приняло урон Четыре у Берсерка Затем Гуля умерла И еще по троим Докинуло Урон от Дезратла Берс будет Семь-три Под опытного охотника Да-да-да Ты бьешь Тенью по Гуле И будет Семь Да-да-да Семь атак Как раз будет у Берса И ты его застрелишь Эх, еще бы Одну единицу маны Чтобы Просто фул Зачистка была Чтобы ты смог Опытного охотника Разыграть Ай Убить Берсерка И допустим Кипером добрать Жуткого Корсара Это вообще Было бы идеально Хороший Хороший ход Да Находит Розыгрыш Опытного охотника И Справляется С Берсерком Тарс Не самый лучший По мане ход Но очень хорош В плане зачистки Как мы знаем Друиду вообще Нечем зачищать стол Ну за исключением Размахов и гневов Но это слабая зачистка То есть нету Нету адекватных Ремувалов Соответственно Ну размах Размах Хорош против Агрессивных колод У которых много Существ С малым количеством Здоровья А вот против Того же Патрон Воина Конечно Размах Часто Ну не очень Эффективная АОЕ зачистка Все таки АОЕ зачистка Зачистка В какой-то мере Ну и здесь Выходит на стол Крошер Отдается казнь В тень Будет ли Размен Корсара В БГХ Думает На этот счет Бонни Хоппер И выбирает Поход в лицо Хм Хм Здесь две семерки В теории Конечно Можно кипером Убить Допустим Корсара И разменять Крошера Но это Слабый ход Бум на стол И Нечем чистить Напомним Что Одна казнь Уже ушла Казнь ушла В тень На Бума Сейчас Нету Никакого Подконтроля Похоже Грим Пэтрон На него И на Рейдж И Крошером Бить по бомбе В надежде Что ты Еще покрутишь Патронов Благодаря бомбе Оппоненты Хм Ну Бума Ты никак здесь не забираешь Вообще Попытаться Просто заспамить Стол Занять Ну разве что Я честно говоря Других вариантов Здесь не вижу Ну здесь смотри Инер на Крошера Баттл Рейдж Находим вихрь Крошер разбивается В бума Вихрь Чистый стол И у тебя остается Огонь Остается что-то На столе Поскольку Бомбы летят На единицу в лицо Ну вот Вроде бы и добирает Сейчас две карты Но Пустой стол Зато на следующий У тебя будет Четыре патрона Окей Но сейчас ты получишь Восемь в лицо А тут еще и комба Подъехала Комба это Четырнадцать Плюс Три Семнадцать И семнадцать Плюс девять Это двадцать шесть Один оф Если я правильно посчитал Еще раз Восемь на столе Плюс четырнадцать Это двадцать два И еще плюс четыре Да Двадцать шесть Один оф Есть ли смысл Двадцать шесть урона Наставлять на одном ХП своего А почему бы и нет У тебя есть бомба У тебя есть кипер Есть способность героя Просто алын И да В этой ситуации Тарс играет Агрессивно То чего мы Ожидали от этого игрока А то уж Излишне сейвов Он играл Вчера Разыгрывается Сила Природы Озарения И дикий рев Фулл фейс И на одной Единице здоровья Остается жить Патрон Если у него шансы Ставишь Патрона Подымаешь броню Но ты тогда ничего Не делаешь с бумом Тогда только Ставить патрона Инрейдж И гулю В надежде Что бум Не проберется Через это Мда Печаль Розыгрыш слэма Ищет Карты Это Латхип Никак Тут не спасает И это Конец игры Ну хорошо Хил Хил тотем Насколько Он на 4 По-моему Хилит В конце Хода Стенка Стенка Не помогает Хил тотем Шамана Да Если не ошибаюсь На 4 Там четверка И в конце Хода Он хилит То есть В теории Ты мог бы Вернуть себе 5 Здесь до конца Играет Бонни Хоппер В любом Случае Посмотрим Застрелит ли его Бомба Это было бы Вообще Оригинально Давай Бомба В лицо Бомба Летит В раненого Патрона Но В руке Есть Хранитель Чащи Который Дает Победу Друиду И это 2-0 Тарс Забирает Вторую Партию А Возможно Не зря Ребята В твиттере Это так Голосовали Страшно И давали 90% На победу Тарса Возможно Бонни Хоппер Показал Вчера себя Ну как-то Не с лучшей стороны Проиграл Напомню С счетом 1-3 Проиграл Покроваку А Тарс Все-таки Ну С счетом 2-3 Проиграл Дигину Если я не ошибаюсь Ну и Бонни Хоппер Вчера Против Покровака Это была Единственная Изи игра Там Покровак Ну по сути Все игры Которые выиграл Он выиграл Без шансов Бывает такое Что Чаша весов Вздвигается То в одну То в другую Сторон Непонятно Кто выиграет А там Просто Покровак Медленно И уверенно Пинал Бонни Хоппера Да Возможно Не впечатлила Собственно Игра Вчера Бонни Хоппера Наших зрителей Поэтому Они так активно Поддерживают Именно Тарса Ну и посмотрим Интервью Тарса 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 Я никогда не смотрела в Турнамент или в Турнаменте, когда я делала это. Я думала, что у меня есть три разных Турнамента для Турнамента. И я не знала, что я не могла привести Турнаменту из же класса. Поэтому я привела три Турнамента. Я говорю, что я люблю Турнамент. И они мне сказали, что я не могу. Но не два Турнамента Декста. Когда я был маленьким, мои родители хотели мне играть на пиано. И я это делал, но я не очень понравился. И кто-то пришел в школу, чтобы представить Турнамент. И я сказал, что я хочу попробовать. Это очень интересный инструмент. И что я люблю, когда я играл Турнамент, это очень разнообразие от других инструментов. Потому что это не так, когда ты играл на пиано. И ты должен быть очень хорошим, потому что это важно. В Турнаменте, я думаю, что у меня есть веселый инструмент. И если это работает, это хорошо. Если это не работает, то у меня есть веселый инструмент. И также, когда ты играл на Турнаменте, ты можешь играть громко, чем все остальные. И если... Окей, они мне дали трамбан. Я сделаю моё лучшее. Слушайте. По-моему, очень оригинально выглядит и играет на... Я назову это Турбой, но если в чате есть музыканты, я думаю, мне... Это трамбон. Это трамбон, да. Конечно же. Па-бам, 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 па-бам. Короче, самое что, опять же, вчера мы отмечали, что наконец-то мы увидели человека, который создал саундтрек для Hearthstone. Сегодня, опять же, интересный момент в этом интервью. Тарс говорит, привет, меня зовут Тарс, мне 26 лет, первый турнир по Hearthstone я сыграл в школе. И тут возникает вопрос, ну, как бы... Ну, знаменитый Hearthstone из 2002-го. Да, но мы ещё подумали, что, возможно, он пришёл в школу, где, ну, собственно, там, ну, ребята собрались... Там, пятый А на пятый Б. После уроков, да, поиграть в Hearthstone. Один на один на фейсхантах. Он говорит, я буду играть. Он такой, уйди, я пошёл играть. Пошёл, я буду играть. Ну, и, собственно, так он выиграл первый свой турнир. Мам, там трудовик вместо меня играет в Hearthstone. Тарс выиграл первый турнир, берёт тромбон и победную мелодию. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ладно, поехали. Счёт 2-0. И у нас... Собственно, матчпоинт для Тарса. Очень, ну, позитивное впечатление произвёл этот игрок. Как-то, опять же, наблюдая за ним на отборах, мы, ну, как-то не нашли его игру... Ну, были там спорные нюансы, скажем так. Ну, не вызывал он такой симпатии. А вот, опять же, на финалах Европейского зимнего чемпионата, после интервью, этот парень, конечно, очень хороший. Ну, кстати, предлагают идею, что он просто первый турнир провёл в киберспортивной школе Hearthstone. Это знаменитая киберспортивная школа Hearthstone. Да. Вполне вероятно. Ну и, собственно, Миррор Паладинов. Миррор Паладинов и... Это Сикрет Пал против Агропала от Банни Хоппера. Ну, у Банни Хоппера здесь шансов побольше. Всё-таки Агропал, ну, должен давить... Ну, в принципе, любые фейс-колоды должны давить Сикрет Пала. Да, изначально я бы отдал предпочтение Агропалатину в данном противостоянии, но всё будет зависеть от захода. Ну, и рука у Банни Хоппера выглядит весьма неплохо. Тарса старт тоже, ну, в целом, неплохой. Есть Палзун, отмщение висит уже, и далее есть продолжение в виде призыва в бой, крошера, ну, и печать, возможно, также пригодится. Мини-бот? Нет, всё-таки Крипер в ответ на Крипера. Интересно. Ещё одно отмщение. И... смотри, что интересно у Тарса, его любимый класс — это Паладин. Больше всего игр как раз он отыграл на Паладине, и ему нужно выиграть на своём сигнатурном классе всего одну игру. Интересно, на каком архетипе он наиграл большее количество игр. Хм... даже не знаю. Не, ну, на самом-то деле, если серьёзно, ну, как бы Секрет Паладин не так давно и появился. Ну, относительно уже и давно, но... Ну, с августа, по факту. Блин, так быстро летит время. Да, уже, так серьёзно, больше чем полгода Секрет Палу. А мальчик-то вырос. Да. Ну, ничего, скоро придёт стандартный режим, и мальчик, собственно, уйдёт в вольное плавание. В вольный режим. Так, обмен здесь призывом в бой. Ну, как бы идёт ранняя игра. Пытаются как-то занять стол оба игрока. Ну, рука Банихобара мне нравится больше. Может быть, Тарсу сейчас сыграет печать на Паука и пробить всё в лицо? Хотя печать всё-таки слабее Крошера. Тогда Крошер, размен одного рекрута лицом, второго рекрута крипером и 4-3 в лицо. Да, и ты тогда спасаешь своего пробафанного рекрута от урона. Надо всё-таки своего плана однозначно выбирать Крошер, размен лицом, пауком и 4-3 в лицо. На столе остается 1-1 и ещё 1-1 рекрут. Для того, чтобы добирать твоего 4-3, нужно бить лицом, неприятно. Посмотрим. Пошёл у нас уже Фитиль. Долгие раздумья Тарса, и в итоге он играет Крошера. Ползун убивает одного из рекрутов. Также колотушкой забирается ещё один и 4-3. Рекрут паладин идёт Фейс. Чем отвечать Банихо пару? Удар... В теории, конечно, можно зачистить всё, оставить только то, что вылупится из Крошера. То есть удар по Паучку, удар по Крошеру, удар по рекруту и затем это всё накрыть консекрах. Неужто ли таки будет играть? Ну а какие ещё есть варианты? То есть он сейчас отдаст... Плюс он может сыграть ещё Матроса с монеты при желании. И даже забрать, допустим, 3-2 юнита. Например, Грязевика. Опять Грязевик, кстати, второй за сегодня уже? Да, второй подряд причём. И снова нам показывают эту карту. Он сурово выглядит. Кстати, что он держит в руках? Падал Стомпер называется. Интересно. Я просто, ну... Хардстоун исключительно на русском языке играл. И название некоторых карт для меня в новинку. А вот для меня всё с точностью... Наоборот. Да, наоборот, да. Я с самого начала играл в оригинальной версии. Ну и выходит на стол Матрос Южных морей. Убивает Грязевика. А тут беда. Два секрета Билка, Сова. Закончились существа у Тарса. Есть Железный Клюв. Но это плохое существо в данной ситуации. Ну, либо два секрета, либо секрета Билка, Сова. Ну, отдавать Сову... Хотя уже ушёл Консекрейшн. Просто Сова даёт возможность тебе сыграть через Аванж. Через Отмщение то самое. Хм. Размен Призрачного Паука. Ну, это очевидное решение. А вот что дальше? Дальше. Два секрета Билка, два секрета с Железный Клюв. Наверное, всё-таки Билка. Ну, зачем отдавать Железный Клюв? Я не знаю. Да, это розыгрыш двух секретов и токен. Бессовые слишком слабо это выглядит. Ну, мне кажется, что всё-таки в этом матчапе нужно делать максимум для контроля стола и, наверное, Сова того стоило. Чтобы сыграл Железный Клюва, токена и Отмщение. Просто так, да. Просто для того, чтобы перехватить стол. Ты тогда, например, бьёшь лицом, на столе хотя бы остаётся 4-3 или 5-3 в зависимости от того, что убьёт Железный Клюва или Рекурта. Это даёт тебе хоть немного контроля стола и, в теории, ты следующим ходом, если это существо выживет, можешь сыграть Печать. А так, ну, токена поменял на токена. Да уж. Ульдаман сверху на Паука. Мне кажется, зубцевик, мини-бот лучше выглядят. Ты тогда не убиваешь токен? Или ты имеешь в виду просто снять божественный щит, да? Не, почему не? Ну, типа, да, ударится Призрачным Пауком, останется 1-1 в таунте и мини-бот на столе. Да, и ты так реализуешь полностью ману, да, соглашусь, что этот ход выглядит посильнее. Хранитель Ульдаманов это всё-таки карта очень универсальная, очень сильный четвёртый дроп. Согласен, согласен. Который можно как усилять своих юнитов, так и дебафать какого-нибудь, не знаю, претендента, который в теории можно ожидать на шестой ход. Но, как мы видим, у Тарса нету, нету. Лайтавр, Киа, мини-бот, стоп-дека. Это не то, что хотел бы видеть игрок из Франции. Удар лицом по Пауку. Наконец-то Железноклёв, мини-бот и способность героя. Здесь хоть какое-то вэлю можно вытащить из Железноклёва. Бума бы сейчас сыграть. Но не хватает единицы маны. На жаль. Ну и здесь висит отмщение, напомним. И надо всё бить в лицо тогда. Мухаха. Да уж. Опять же, такая партия забавная получается. Ульдаман на мини-бота, Паучок, всё в лицо. Мне кажется, лучше токен, Ульдаман на токены, всё в лицо. Паучок даёт тебе больше пространства для контроля славы. Мне кажется, что сейчас нужно выкидывать именно всё, потому что на следующий будет бум. То есть Паук в теории позволит тебе разменяться. Ну да, то есть это больше юнитов. Паук просто выйдет только на восьмой. Да, возможно, возможно, ты прав. Нет, всё-таки будет трейдить стол. Он, возможно, снимет просто бабл. Нет, всё-таки уходит в трейд. Сейчас отмщение падает на Железноклюва. И сейчас после этого уже повесит Ульдамана сверху на мини-бота после того, как ударил. Нет, даже на Паука вешает. Интересно. Ну и здесь очередной неважницкий топ-дэк для Тарса. И пора бить в лицо. Давай! Ну хоть кто-то, пожалуйста. Начните уже бить друг другу лицо. Потому что миррор фейс Паладина против Секрет Пала, который идёт почти до фатигов... Это очень интересно. Это очень интересное зрелище. В лицо. Причём печать прямо сверху на сову, чтобы один Сайлос её контрил. Вообще под ноль. И в лицо. Топить. Evil Matt. Давай. Ну а если серьёзно, печать на мини-бота. Мини-бот разменивает Ульдаман. То есть это сейчас-то несерьёзно, что ли, говорит? Михаил, ты меня пугаешь. Какие тут есть варианты нормальных разменов? Печать на мини-бота, разменять Ульдаман и совой добирать мини-бота 2.1? Да, это выглядит адекватно. Либо же... На сову и в лицо? Нет, либо просто фулл фейс. На самом деле не самый плохой вариант. Давай. Но это же 11. Либо вот размена совой фейс. Нет, всё-таки фулл контроль стола. И здесь седьмой ход. Доктор Бум для Бонни-хоппора. Чем плох хода Тарса, он теряет всё только со стола. То есть у него остаётся один крипер после вот этого хода. То есть, да, я понимаю там лишний раз про трейдит стол. Но чем ты будешь убивать? Ну хоть молотком в лицо, ну пожалуйста. Да не, ну тут... Тут уж точно... Тогда в Бума. Молотком в Бума вот это по мужику было бы. Оригинально. Я тебя не боюсь. На! Шмяк! Ну, шутки шутками. Здесь, мне кажется, должен дожать Бонни-хоппор. Если прямо сейчас не начнётся какие-то злые топ-деки от Тарса. Да и то, наверное, уже слишком поздно. Удар Бомбы. Удар Пауком. Затем сверху ещё один Зубцевик. После удара этим Зубцевиком. Ну и там Бум под... Под Таунтом и Баблом никуда не пропустит Тарса. Сова уже ушла. Не думаю, что в Секрет Пале Тарса есть две совы. Зубцевик в лицо. Липрогном способность героя. И это 2-1. Бума никак не вытащит Тарс. Уже Железный Клюв был отдан. Даман, кстати. Но всё равно тебя это не спасает. Нету аутов. Это победа Бонни-хоппора. Счёт становится 1-2. Да. Отыгрывает партию у нас немецкий игрок. Отыгрывает только первую игру. Ну, нужно выигрывать ещё в двух. Реально ли выиграть 3 игры у Секрет Пала, если Секрет Пала, ну, хоть в одной зайдёт? Ну, учитывая, что остаётся в обойме Бонни-хоппора Патрон Воин, то Патрон Воин неплохо играет. Ну, для Патрон Воина это точно плюсовой матчап с Секрет Палом. Хм-хм-хм-хм-хм. И Друид? Друид может? Да-да, Патрон и Друид остаётся. Вполне. Вполне может, но если Патрону не зайдут, например, хоть какие-то зачистки не зайдёт во время казни... Ну, то есть, ну, понятно, что всё зависит от захода, да. Секрет Пала точно так же может не зайти. Да вот в этой партии конкретно, Тарсу, ну, что это за заход? У него не было ни претендента, у него были какие-то, ну, странная рука. Давайте смотреть интервью. Я живу в Ослове, но я из-за Кулона, Германии. Да, я играл Компетитив Чесс until я 18. И, ну, я начинал это когда я 7. И это было круто. Я играл в Калин-Тио Регионал Чемпионшипах каждый год. И это было, в основном, планирование моих Естер-холидей. И это было всегда круто, вместо просто соревнования. Я думаю, что между Хартстон и Чесс это очень круто, потому что это действительно требует, не то, что это не то, что необходимо, это нужно думать о себе победителя, а потом ты так же ответишь. Но мне тоже нужно думать чуть-чуть и думать техниками. И в Хартстон, это, конечно, лишь для того, что у меня они выступают на свою победу. В Хартстон это, конечно, что играет лучшую победу. И это делается, вы у меня в районе, вы уроковой уровень. Банихопперы уже переходит на третий. У меня Ваня и Германии, и я проехал во время Европы, в мастер-фix- Advиле. Я получил у нас в Ослове Игра в Ослове и я участвую, Я работаю на мой Ph.D. в программу в Университете. Сейчас я работаю на исследование организации, с помощью компьютерной системы. И я также работаю на компьютерной системе противоположной системы, которые входят в виду цикл. Прежде чем прелинвирование, у меня недоступного дня я работаю 9-5, тюсдей и тюсдей, я играю в волейбол, а также я учусь на язык. Модей и тюсдей, я играю в Турнаменте, я играю в Близзкон, а затем я оставлю в неделю для выхода с друзьями. Чтобы быть очень хорошим в игре, я требовала больше времени в игре чем я сейчас имею в руку. Я абсолютно хорошо с тем, что я решила решить, первое, из моих способностей, а второе, из моего времени в игре просто решить другие преимущества выше, но это моя решение, и поэтому я буду жить с последствиями и посмотреть, как далеко я могу сделать на уровне, в котором я играю сейчас. Я Бони Хоппер, и я здесь, чтобы показать, что я имею в виду, чтобы сделать Близзкон. Три до пяти на работе, плюс еще два дня в неделю он играет в волейбол, и только два дня в неделю он выделяет на турниры по Хардстоуну. Как у него хватило времени, скилла и сил, чтобы попасть сюда. Удивительно. Ну, возможно, он играет на телефоне в перерывах между матчами в волейбол. Ну да, возможно, пока... Я там подачу сделал, походил, пошел. Да, тогда нормально. На самом деле, очень жесткий график. Безусловно, это заслуживает только уважения, разносторонняя личность. Бони Хоппер увлекается спортом, киберспортом, пишет докторскую диссертацию, и все это в 23 года, друзья. Это очень круто. Да, на самом деле, просто куча, куча различных интересов у Бони Хоппера, и такие... Вот что интересно, я заметил и на американском зимнем чемпионате, и на европейском зимнем чемпионате. Вот ребята, которые проходят, они все незаурядные личности. То есть, это не просто там, я сижу, там шесть дней играю в Хардстоун, я приехал... То есть, ребята, у которых там... А вот, кстати, зря, мне кажется, это были бы, ну, фавориты в матче. Ну вот, у всех ребят какие-то интересы. То есть, кто-то вообще пишет докторскую, а кто-то преподает, вон... Кто-то играет на тромбоне. Кто-то играет на тромбоне, а кто-то, вот как Чейз Дюд, отличился в свое время в шахматах. То есть, все ребята в чем-то, в чем-то прославились... Преуспели, да, и имеют разносторонние интересы, не зацикливаются только на Хардстоун, и это здорово. На самом деле это здорово. Ну и это логично, потому что, пока у тебя нету команды, пока у тебя нету организации, тебе... Ну, у тебя нет возможности сидеть и 6-7 дней заниматься только игрой. Тебе нужно... А когда ты 6-7 дней занимаешься только игрой, ну, у тебя не будет времени банально поехать на турнир. Ну, то есть, ладер простаивает. Не уехать, времени нету. Ну и, собственно, ребят, четвертая партия у нас. Патрон Воина выбирает Банни Хоппер. Это хороший матчап, на мой взгляд, против Секрет Паладина. Ну, конечно же, все зависит от захода. Вообще, Секрет Паладин это дека, ну, уникально... Ну, не то, чтобы уникально, она сильно тем, что при должном заходе, ну, может победить практически любого противника. Но вот при более-менее равных заходах Патрон вполне может наравне сражаться с колодой Паладина. Я бы вообще сказал, что против Секрет Пала есть только две колоды, которые имеют против него плюсовой матчап. Это Фризмаг и Патрон. Вот я больше не знаю. А как же Фейс Охотник, а как же, допустим, Разбойница, которая тоже неплохо играет... Ну, я бы не сказал, что они играют, ну, там, прям в большой плюс. То есть, Патрону и Фризмагу я бы отдал, ну, где-то 70 на 30, наверное. Рога тоже хорошо играет, но там где-то, наверное, 55-60. Ну, два самых плюсовых, как по мне матчапа, это именно Фризмаг и как раз Патрон. Ну, ты как бы, хендлоки могут потягаться, роги могут потягаться, но здесь ты можешь и не успеть справиться. Зулоки, да, на самом деле, можно играть, повторюсь, любым классом, но будет все зависеть от конкретного, конкретной сдачи, захода и так далее. Ну и открывается Тарс через Хранительницу Секретов в ответ гулят Банихоппера. Ну и не зря у Банихоппера 72% винрейта варом против паладина в ранкете. А здесь неплохой старт от Тарса. Секрет Кипер, два секрета. Удар. Это у нас, что там, ложись, да? Да, Noble Sacrifice и пробаф, отмщение. Отмщение и самопожертвование. И Хранительница Секретов очень, опять же, неприятное существо, которое, если нечем за контроль, здесь, я думаю, даже казнь отдал бы, если была бы в руке Банихоппера, но пока нечем, нечем убивать секретчицу, это проблема. Возможно, сейчас даже через Саву сыграет. Тарс. Железный Клюв, чтобы не дать добора карт и, допустим, еще секрет, чтобы еще больше качнуть. Или Жонглер, монета Железный Клюв, но только наоборот. Железный Клюв, монета Жонглер. Да, Железный Клюв, монета Жонглер, для того, чтобы он не выстрелил. А может быть, дополнительный выстрел? Ну что, 50 на 50 фейс? Да. А вдруг единицы этой урона не хватит для победы, Натал? На самом деле, в розыгры Железный Клюв выглядит вполне неплохо. Думаю, здесь Тарс и Железный Клюв, монета Жонглер или не будет Жонглера? Ну, если монета Жонглер, то я бы, наверное, разменялся сначала Секрет Кипером. Да, так и играет сейчас Тарс. Ну, как по мне, здесь максимально правильный ход. О, вот он. Десбайт. Вот он, Десбайт. Хорошая, хорошая карта здесь. Плюс под Десбайт можно сыграть Корсара. По-моему, неплохо. Думает. Думает, думает Банни Хоппер. А какие еще есть варианты? Проблема в том, что там неудобные секреты. Опять же, самопожертвование и отмщение здесь не позволят эффективно разменяться. Удар укусом. Выходит на стол защитник, который принимает на себя удар плюс выстрел от Жонглера. И сейчас пойдет пробаф. В идеале пробаф должен пойти, наверное, на Железноклюва. Ну, чтобы насытить стол неудобными существами. Да, и сейчас, сыграв Компатитив Спирит, ты выведешь... А можно вообще сыграть Кипера Ульдемана на 3-1, на Секрет Кипера? Добавить им самым 2 жизни. И плюс, получив существо 3-4 на столе, ты тогда вообще заберешь штул патрона навсегда. 3-2, 5-3, 3-3, 3-4. Через это вообще невозможно пройти. Можно сыграть чуть более пассивно. Например, через Компатитив Спирит и способность героя. Ты тоже выведешь Секрет Кипера из-под рейнджа Хриппа Укуса. Какие еще варианты сыграть? Печать. Думает. Что тут надумает Тарс? Вот это интересный ход. Вроде бы здесь и 3 карты, и Печать все-таки выбирает. Ну, кстати, не знаю, на мой взгляд, сомнительно. Все-таки можно найти здесь казнь. Ну, максимально агрессивный ход. Из тех, что мы перебрали, это самый агрессивный вариант. А вот и казнь, смотри-ка. Пам-пам-пам-пам. И по факту, ну, реально, розыгрыш хранителя ульдомана выглядел. Ну, мне, на мой взгляд, более плюсово. Ну, опять же, это видение комментаторов. Кто мы такие, друзья? Наше дело комментировать. Ребятам виднее. Тут пока идет... Я смотрю обсуждение в чате, что он дно пропустил Кинжал с Джонглера. Ну, можно было рискнуть, но если бы Кинжал попал в Акалита, то были бы проблемы. Ну, и вот ход через печать. Я не знаю, насколько он был оправдан. Вот соглашусь, что он мне здесь нравился меньше всего. Ход через ульдомана или компетатив спирит плюс способность героя выглядели посильнее. Теперь же вроде как и продавил паладин существенно. 9 единиц жизни остается у Бани Хоббара, но потерял он стол. Здесь можно крутить патрона уже даже. Два патрона. Удар тогда сначала... Два патрона на пустой стол вполне неплохо выглядит. А почему сначала удар? Сначала нужно ВВ отдать. Ну, конечно. Сначала Вэрлдвин, чтобы у тебя крошер был 3-2 и только потом ударить. Да, все правильно. Разыгрываясь завсегдатой. Вихрь. Размен крошеров ульдомана. Воскрес. 3-1. И, кстати, очень удачно Медвежонок. Стенка 2-2 выходит на стол. И теперь вообще непонятно, что играет. Ты не можешь сыграть криперов, иначе патроны... Патроны будут крутиться. А Билку тоже сыграть не можешь. Ну вот, собственно, и все плохо для паладина. Хотя, казалось бы, такой стол был. О-о-о-о. Боевая ярость. Поехали. Ну все. 4 патрона. Да давай, давай. А зачем атаковать сначала? Какая разница? Ложись проверяет, наверное. Хотя он же перед этим атаковал уже. А, нет. Это новый секрет. Да-да, это новый секрет. Ну, проверил, ложись. Потом крутанул. Все логично. 3 карты в добор. Это еще и внутренняя ярость. Еще гуля. Здесь гуля, а Билка вообще отлично смотрится. Ясно, понятно. Может даже инер. Ну, хотя инер, наверное, нет смысла отдавать. Ну, вот. Перевернул игру. Патрон воин. И все идет к тому, что Банни Хоппер сумеет сравнять счет в данной встрече. Что топ-декам. Что топ-декам. Бесполезный топ-дек в данной ситуации. Нужно, чтобы с топ-дека зашли Quality и Consecration. Что-то так вместе слиплись. Которых нет в этой колоде. Да. Не, ну, Consecration еще может быть. А если вы хотите увидеть Quality на Secret Паре, то... Приходите через неделю. Да-да. Через неделю на следующих выходных, друзья, мы будем комментировать азиатский зимний чемпионат. И там будет все. Там будут и раздражаторы, и Quality. Все, что хотите. Во всех колодах. И Quality в патрон воине. Призы в бой в чернокнижнике. Ну, а что? У них же там свой клиент игры, опять же. Да, ну, нормально. Там что угодно может быть. Ну, можно лодки бы сыграть, чтобы заблокировать все. Все. Да, мне кажется, уже можно ничего не играть. Просто ходить в фейс, сжать обилку и выигрывать игру. А зачем отдавать иннер? Если ты отдаешь иннер, то логично было бы отдать его на прошлом ходу. Просто чтоб убить побыстрее. Хм. Ну что, и лодхип сверху? Не совсем я понимаю, зачем здесь внутренняя ярость отдается, но не суть. В любом случае здесь Бонни Хоппер должен доводить этот матч до логичного конца. Ну, можно сыграть призыв в бой. Он ровно восемь. Не хочет его играть Тарс. Два-два. Не хочет светить карты в своей колоде. Возможно, это станет какой-то неожиданностью для его оппонентов в дальнейшем. Ну что, друзья, пятая решающая игра. Счет два-два. Бонни Хоппер и Тарс. Напомним, что это у нас лузера. То есть, игрок, который проигрывает, едет домой и... Для него этот чемпионат, зимний европейский чемпионат, заканчивается. Победитель же встретится с... Доктором Хиппи, если я не ошибаюсь. Нет, это группа Б. Победитель встретится с Диггином. Ага, да, с Диггином. С Диггином встретится здесь победитель. Что обидно? Это проиграть и вылететь. Причем обидно на этом турнире в десять раз больше, чем на любом другом. Потому что какой был огромный проделан путь для того, чтобы вообще попасть на отборы. Для того, чтобы получить нужное количество близпоинтов. Затем эти отборы, к ним подготовиться. Морально. И колоды подготовить. Эти отборы пройти, выиграть. Затем готовиться к зимнему чемпионату. Приехать в Америку. То есть, вылететь из своей родной страны, из Европы. Приехать туда. И там проиграть. И уехать домой. Это, наверное, очень обидно. Но при этом, в любом случае, это очень крутое достижение для каждого из этих игроков. Уже попасть в восьмерку сильнейших игроков Европы на данный момент. Плюс, ну, засветиться на этом чемпионате. Забрать призовые. Опять же, ну, показать себя. Ну, конечно, каждый из игроков настроен здесь проходить в плей-офф и бороться за выход на Близкон. Но даже если не получилось, то я думаю, что не стоит унывать тем ребятам, которые покинут этот турнир. Они уже большие молодцы. Ну и, собственно, матч-пойнт для обоих игроков. Банни Хоппер играет на Друиде. И Тарс продолжает выступление на Паладине. Есть уже буйный рост и, в принципе, неплохое продолжение для Банни Хоппера. Мне кажется, он может оставить и Крошера, и, возможно, даже Кипера. Лор, наверное, на мулигане уйдет в колоду. А вот Тарс, наверное, должен... Я думаю, все сбросит, да. И Авендж, и Кокхаммер, и Лодхи выглядят плохо. Думает сейчас... Ну, Банни Хопперу нужно только Лора сбросить. Да, так он делает. В идеале свайп получить. Тогда у тебя будет вариант и по существам. А, или да, или тень. Монетка, Велдгроуз, тень. Затем, в зависимости от стола... Ну, здесь тоже, на самом деле, старт очень неплохой. Хранительница секрета выходит на стол. Есть продолжение в виде мини-бота, самопожертвования. Заметь, в такой же ситуации Тарс думал дольше над розыгрышем монеты буйного роста с тенью на руках. Банни Хоппер все-таки более уверен. Как тебе идея разыграть на второй ход? Два призыва... Точнее, два... Два самопожертвования. Да, два самопожертвования. Это великолепная идея. Если можно было бы разыгрывать копии секретов, это было бы вообще шикарно, я думаю. Но, увы. Увы, ребята. Здесь уже идет секрет. Секрет, абилка. Придется Сайленс, наверное, кидать. Или Крошер. Я думаю, что Кипер Сайленс. Хотя ты тогда не отыгрываешь от Avenger, например, от Компатитив Спирита. Угу. Или пока что поставить Крошера. Сайленс уже потенциально играет на шестой после Медведя. Угу. Вот тут неприятность. Ну, мы видим какой-то секрет, а вот Банни Хоппер-то не видит. Если это Avenger, нужно отыгрывать по одному. Ай-яй-яй. Выводит тень из стелса Банни Хоппер. Банни Хоппер ловит защитника. Не угадал он с секретом по факту. Ну, и теперь нужно стать Крошером. И тень очень просто легко уходит. Ну, не угадал, не угадал с секретом. Просто рекрут забирает тень Некс Рамоса. А еще можно Ульдомана накинуть на мини-боты и добрать Крошера. И разминаться с Крошером. Вообще все шикарно сейчас для Тарса. Ну, наконец-то, первую игру ему старт уже зашел хорошо. Да, при этом у Друида тоже старт великолепный. И был разгон, буйный рост, была тень. Есть продолжение в виде Крошера. Есть, опять же, ну, вариативность в руке. Можно сыграть было как Крошера, так и Хранителя чаще. Есть когти. Ну, то есть, рука Друида, старт Друида очень крутой. Единственное, что, ну, еще бы размах получить. Это второй Крошер. Скрывается второй секрет самого пожертвования. Отомщение падает на рекрута Паладина. И как-то плохи дела у Банихупера. Ну, Сайленс на секрет Кипера. Кстати, не было еще ни одного претендента у Тарса. Может, он их забыл положить в колоду? Ну, как мы знаем, этот игрок любит нестандартные решения. Там, одну-две копии каких-то необычных карт использовать в своих сборках популярных архетипов. Или убирать. Или убирать. Черт не шутит. Лотхип? И будет ли разменивать Крошера? Вот что интересно. Вроде бы неприятное существо. С другой стороны, твоего оппонента всего 19 единиц здоровья. Можно попытаться продавить. Мне кажется, неплохим разменом будет здесь отдача секретчицы в Крошера. Однозначно нужно ставить Лотхипа, заблокировать возможность того же размаха, гнева, сейчас какой-либо зачистки. Стол за тобой? Вновь раздумья до веревки от Тарса. Нет, не хочется играть. Выходит на стол Кипер Ульдомана. О! Вот это я понимаю ход. Вот это агрессивно. Наконец-то Тарс начал действовать агрессивно. Свайп слишком поздно. На шестом Кристалле Маны у Друида остается 10 единиц здоровья и мощный стол у оппонента. Как с этим разбираться? И вот это... Хм, 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 хм. Свайп удар. Размах вохранителя. Ну да, это единственный хоть какой-то вариант почистить через размах. Очень сейчас нужный топ-дек. А вот теперь для Тарса все опять приходит на круги свои. Ему надо либо топ-декать. Мне напоминает это предыдущую партию, тебе не кажется? Предыдущие две. Тогда у Тарса тоже была возможность сыграть как-то более... Ну, не то чтобы с его, но как-то насытить стол. Он сыграл более агрессивно. И мы сказали, наконец-то Тарс начал действовать агрессивно. Нашелся ответ от Бонни Хоппера. И как закончилась предыдущая партия, вы наверняка помните. Здесь немножко, конечно, другая ситуация. Здесь, ну, все-таки, ну, велика вероятность того, что Тарс додавит своего оппонента. Но в теории мощность то он потерял. Да, есть латхип продолжение. Опять же, воскрешение очень неплохо сыграет. Мини-бот с баблом неприятное существо. Если будет его разменивать, собственно, Бонни Хоппера, наверное, будет. Ну, и теперь можно лицом и с корабеем добрать и поставить... Друид оф таунт. Ну, можно рискнуть и поставить бума. Ты будешь один офф. Ну, как-то... Вот и мне как-то тоже это не нравится. С другой стороны, потом можно медведя отправлять в рывок и убивать своего оппонента через рев. Это классная идея, конечно. Но Бонни Хоппер играет надежно. Зубцевик. Кстати, Зубцевик заходит просто шикарно. Имеет возможность теперь Тарс разменяться с Друидом Когтя без потери латхипа. Без зубцевика латхип оставался на одном хп и имел возможность Бонни Хоппера с помощью кипера набрать. А вот здесь уже проблема и летал на столе. Что-то нужно делать. И это размах, который позволяет зачистить стол. Жесть. Как ребята топдечат. Змах, киперс, но пустой стол. Отбивается всячески Друид. Крошера. А тут Крошер в ответ. А чем зачать Крошера? Нужно понимать, что каждый ход, каждый ход летал. А у оппонента 5 хп остается у Друида. Это сила природы. Комба, ребята. Комбы сейчас, ну понятно, 18, но комбой можно почистить стол. Как минимум. Ты еще живешь. Но просто отдавать одни пеньки смысла нет. Было бы 10 кристаллов, можно было бы хотя бы зачистить пеньками, например, и поставить Крошера. Нет, он может на самом деле чисто пеньками зачистить. Два пня в Крошера и то, что выпадет. Ну, опять же, если выпадет, допустим, какое-то сильное существо, ты рискуешь. То есть тут надежнее все-таки отдать всю комбу. Максимум сейф. Не, серьезно, у Тарса вообще есть в колоде? Огонь. У Тарса вообще есть в колоде те самые претенденты? Ну, шутки шутками, но наверняка они должны быть. За три игры бы еще не было. А может, чтобы не миссовать четыре, лицом принять один? Да, отличная идея. Но нет. Мисс два дамага. И война топдеков продолжается. Великолепный топдек железноклюв. Как же играют и эти ребята. Три единицы здоровья остается. И это бум плюс Ливенг Рутс. Плюс способность героя. Тут уже, кстати, можно даже лицом добирать один-один. Без разницы. Не имею значения. Три-четыре хп против Пауни. Ну что, даешь топдек Трусильвера? Еще два саплинга появляются. Нет, не даешь Трусильвера. Друзья. Ну подожди, летало еще нет. Два, три, четыре, пять, шесть, тринадцать. Я просто верю в топдек. Баня Хопперта должен поднять. Ну, там дело в том, что на самом деле он на следующий ход играет обилку и пять хп паладина с руки не пробивает. Черт. Никак. Да, даже если он приходит Трусильвера, у него просто нет шанса. Заканчивай игру сейчас. Нет, это опытный охотник. Ну, действительно, в этот ход не убивает Баня Хоппер своего оппонента, но пять единиц здоровья уже Тарсу просто с руки не пробить. Ну и что, Лерой? Лерой, давай. Лерой вместо претендентов. Да. Давай, Лерой, и ты победил. Нужно просто сейчас доставать Лерой. А будет ли это Лерой? И... Нет, это не Лерой, не везет Тарсу. Не приходит Лерой. Ползун, Веллплейт. И Баня Хоппер отыгрывается, а он побеждает в этом противостоянии со счетом 3-2. И что интересного, друзья, в Европейском зимнем чемпионате колоды, которые выступают просто провальные и проигрывают людям серии, игры, это самые метовые колоды. Это секретный паладин, это мид-рэндж друид. Это удивительно. Просто удивительно. На самом деле встреча получилась очень интересной. Мы ожидали от Тарса, когда же он начнет действовать более агрессивно. Где-то, ну, не играть излишне сейвово, не уходить в размены. Где-то, ну, просто идти в ол-ин, идти в фулл-фейс. И мы этого дождались. Мы это увидели. Но, к сожалению, по итогу это были минусовые решения для Тарса. И, ну, можно сказать, что он проиграл две игры из-за излишней своей агрессии. Да, я думаю, я думаю, так можно на самом деле сказать. И что еще любопытно. Друзья, кто смотрел американский зимний чемпионат, знает, что там главным фаворитом был Чаки, который отлетел в первом туре. Здесь, ну, по мнению англоязычной публики, главный фаворит Тарс. Ну, и по мнению различных статистик игроков, Тарс также отлетает самым первым. Ну, и давайте посмотрим небольшое интервью. Мы у нас у нас последний утром, Бонни. Я хочу спросить, что вы остались в лимонation. Как вы делаете? Вы были до 0-2. В какой-то момент вы думаете, что это было? Что-то изменилось в вашей голове, что я просто не буду уничтожить? Я думала, что он еще имеет секрет паладин. И я знаю, что все мои деки могут делать decent against секрет паладин, особенно с агропаладин. So, я думаю, что я могу делать это. Я думаю, что это не очень хорошо, но это не было бы уничтожения. Я знаю, что вы и Дигген, которые были в этом месте, и вы получили в Европе, и вы получили это пассажирование. Как вы, как вы делаете, как вы делаете одинаково? Потому что вы делаете разные разные. В этом турнире мы не были в этом месте. Это было бы не разумно, что мы делаем одинаковый. Я практичусь с партнером, который тоже практичусь с партнером, и это так что все три у нас пришли в самой линейке. Но мы будем смотреть как это за следующим матч. И сейчас вы идете в 1-й день для игры, как вы ощущаете про вашу шансы? Как вы чувствуете, что вы думаете, что первый день уже идет, и теперь вы получаете более комфортно. Сегодня I felt like I played better than yesterday. I also felt better than yesterday. But, of course, playing against Diggins is not what I was hoping for. But at least it means that Gamers League does have one person that's going to advance to the semis, of course. But, yeah, we'll have to see. Battle between the brothers. But we'll see what happens tomorrow in the elimination match for Group B. For now we're done over here with Bunnyhopper. We're going to playoff. We're going to playoff. We're going to playoff. Nyman победил Dr. Hippie with a 3-1. And so he came out of playoff. Nick Slayne's match is a result of 3-0. And he also joined us to playoff. Diggin in Group B. Diggin's match is a result of 1-3. And Pacrawak, according to the series, will be a playoff. And in the last 4-1 match, in the upor battle, will be able to meet Dr. Hippie. And in this battle, will be able to decide who will be to be able to go home, who will be able to playoff. And in Group B, соответственно, Bunnyhopper встретится вновь с Diggin'ом, с которым они уже играли на этом турнире. И, напомним, там Diggin одержал верх с счетом 3-2. Да, ну а Найман и Покровок их будут ожидать уже в плей-оффе. Так что, друзья, мы будем потихоньку с вами прощаться завтра в 15.00 по Киеву, в 16.00 по Москве. Мы продолжим комментировать для вас уже финальный, завершающий день Европейского зимнего чемпионата. Посмотрим, кто выиграет путевку на Близкон, как распределиться деньги в размере 100 тысяч долларов США. Завтра 5 игр, завтра самое интересное, включая гранд-финал. Да, будем болеть за наших игроков. Найман уже в стадии плей-офф. Пожелаем удачи доктора Хиппи. Он имеет все шансы также пробиться дальше и побороться за призовые, а также за путевку на Близкон. Надеемся на интересные игры. Для вас работала студия Старладера, Лебедь, Творына и Алисами также машет вам рукой. Так что до завтра, друзья! Рассказать тебе страшную сказку о богах из пучины дремен. Древний хаос дал им сил пробудиться из могил. Голоса их звучат в унисон. Их речи сочатся рядом. Их слова с две тысячи клинков. Никому не убежать, не укрыться от их взгляда. Не щадят они ни братьев, ни врагов. Впрочем, это не былица. Вам в кошмарах только снится пробуждение древних огонь. Продолжение следует...